Кролятник вот тут держал, здесь были. Вот один сидит на солнышке, маленький. Не знаю, выживет, нет? Разведением кроликов Михаил Остапенко занимается уже 15 лет. Этим летом у пенсионера их было больше 40, а на днях буквально за сутки мужчина лишился всего поголовья. Говорит, в жизни такого не видел. Был падеж, но был там маленьких, запузател. Потом уже я научился, как лечить их. А вот этот такой резкий падеж, я вечером кормлю нормально, утром захожу, лежат. Мужчина уверен, живность погубил вирус, но какой именно, он не знает. Среди заводчиков информация о массовом падеже кроликов входит с начала лета. Животные уже погибли в Тосеевском и Дзержинском районах. Добралась зараза и до окрестностей Канска. Михаил Михайлович говорит, выбрасывать тушки нельзя. Употреблять такое мясо в пищу тем более. Остается только одно – сжигать в собственном огороде. Сейчас. Канские фермеры взволнованы не на шутку. Наталья Бахичева занимается разведением племенных животных. Узнав о массовой гибели кроликов, женщина даже ввела на своем участке карантин. Вход сюда запрещен. Эти кадры для нас снимает сама Наталья. Я знаю, что уже в Каннске падеж во многих дворах произошел. И не 10, и не 5 кроликов, а по 100, и по 50, и по 60. Поэтому, конечно, переживаем. В Краевом ветеринарном надзоре говорят, никто из фермеров к ним не обращался. Но, скорее всего, кролики погибли от геморрагической болезни. Кто не привел животных, тот и пострадал. Ну, основная такая массовая болезнь кроликов, это называется навирусная геморрагическая болезнь кроликов. Это, ее профилактика заключается в проведении своевременной вакцинации. Сейчас специалисты госветслужбы города Каннска занимаются уточнением ситуации по болезням кроликов, обследуют тех хозяйств кролиководческие, ну и по результатам будут проводиться мероприятия. Стоит отметить, что эта болезнь не опасна для человека и других домашних животных. А вакцину от вируса можно найти и заказать в любом государственном ветеринарном отделе. Леонид Юрков и Александр Шумилин. Енисей. Новости. Новости.